Приветствую всех, и кто будет смотреть записи наш эфир, и кто сейчас в прямом эфире. Очень-очень рада вас видеть всех, очень соскучилась по нашим эфирам, и классно, что они у нас возобновляются. Я думаю и надеюсь, что эту неделю очень активные будут у нас прямые эфиры, будет много, потому что я понимаю все, что происходит сейчас с нами, со всеми, и хочу максимально много и сильно поддержать и вас, и нас, потому что ситуация коснулась всех, и очень хочется отойти от всяких новостей, от того, что там кто говорит, а просто нацелиться на нашу работу, делать все возможное, чтобы производить, чтобы создавать результат, добиваться целей, идти вперед, и это будет помогать справляться нам со всеми, со всеми плохими мыслями или с ненужными разговорами. Поэтому очень рада, что вы все присоединяетесь. Сегодня у нас будет с вами прямой эфир посвящен разбору элементов, и я надеюсь, что сегодня мы будем разговаривать только на спортивные темы. Поэтому кто хочет разбор элементов, кто готов, кто ждал и разминался, пожалуйста, пиши. Ну, привет! Здравствуйте! Давай ознакомиться, расскажи, как тебя зовут, откуда ты, сколько тебе лет? Меня зовут Ева Барковская, я из Донецка, мне 12 лет. Какая прелесть, очень рада тебя видеть. Ну, давай, какой элемент мы будем разбирать? Поворот панше в кольцо. Отлично, показывай. Сейчас. Ну, молодец, молодец, очень неплохо. Сделай, пожалуйста, равновесие панше, проверим, как ты стоишь. Начинаешь, нет-нет, не отсюда, мы начинаем, давай так начинать. Арабеск. Подняла ногу максимально высоко, максимально. Зажала мышцы спины, почувствовала их. Дальше ногой ведешь себя дальше в шпагат. Да, живот подбираешь и сгибаешь ногу в кольцо. Руки тянутся вверх в стороны. Умничка, молодец. Отлично. Вот, и вышла таким же образом. Вот как ты зашла в эту позу, так же ты и через прямую ногу и вышла. Договорились? То же самое ты делаешь в повороте. Быстро зашла и держишь форму прекрасно. Можешь чуть-чуть выше голову поднять за счет того, что ты руками тянешься наверх. И выход будет такой же. Вытянула ногу и через арабеск красиво вышла. Давай еще раз попробуем. Да. Да, да, поворот. Видишь, вот у тебя сначала нога падает в конце поворота, потом ты встаешь. А тебе нужно головой тянуться к ноге до последнего, чтобы ты начала уже вставать, нога выпрямляться, и ты, чтобы не расслабляла вот эту связку, спину-ногу. Понимаешь? Давай попробуем еще раз. И руками. Смотри, активнее заман. Бери прям сильные руки. Раз, два. И раз. Вот, 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 молодец. Смотри, ты спешишь опускать ногу. Попробуй сейчас остановиться в форме панши в равновесии, как ты мне делала без поворота. А потом спокойно сойдешь. И крутишь, пока не остановишься. Активные руки. Раз, стой, стой, стой. И вышла спокойно. И два. Поставила руку, мне не видно было, или нет? На пол коснулась, или нет? Да. Вот, давай еще раз, не будем касаться пола. Вот смотри, ты коснулась левой рукой, правильно? Да. Вот именно сейчас левую руку подними максимально в сторону вверх к ноге, чтобы ни в коем случае не опустить ее на пол еще раз. Ладно? Давай. Активные руки. Ну, молодец. А почему испугалась встать красиво? Покажи, как встать надо, как выйти с элемента. Не-не-не, стоишь, из равновесия выходи. Вот ты остановилась идеально, и ты заметила уже, что ты больше скрутила. Руки выше, напряги кисти. Вот умничка. Теперь выходи головой наверх, грудью вверх, выпрямляя ногу, и раз. Прям активнее, еще быстрее выходи. Выпрямляя ногу, и грудью наверх поднимайся. Выше голова, выше, выше, выше. Вот. Вот такой выход сделай, поняла? Поворот скрутила хорошо, остановилась. Единственное, тебе надо, конечно, касание. Но сейчас, даже если нет касания, поворот засчитывается со сбавкой в исполнении. Поэтому тебе нужно просто растяжку увеличить, и голову выше поднять, еще под лопатками прогнуть, чтобы было это касание. Все, отработай мне сейчас остановочку, и вот такой же точно активный подъем. Молодец. Отлично. Ну все, ты скрутила больше, ты не упала, ты остановилась, вышла прекрасно. Вот я тебе сказала, над растяжкой поработай, мышцы закачай, чтобы коснуться, и все. У тебя все отлично. И замок прекрасно взяла. Ты умничка большая. Все. С праздником тебя, хорошего настроения, и хороших результатов на тренировках. Ты умничка большая. Да. Какая прелестная ученица. С вами всегда так приятно работать. Вы просто самые идеальные ученики, потому что каждый учитель, каждый тренер хочет видеть в своей ученице вот такую девочку с горящими глазами, которая хочет, которая бежит к тренеру, которая слушает каждое слово и пытается исправить, услышать и исправить то, что тренер говорит. Это всегда приводит к прекрасным результатам, к чему вы, конечно, сейчас и были свидетелями. Кто хочет поучаствовать в эфире, также пишите «Хочу разбор». И кто с нами сейчас работает параллельно, тоже пишите плюсики, что вы работаете, занимаетесь, и что у вас получается. Привет. Здрасте. Здрасте. Ну, давай знакомиться. Мне 13 лет, я из Запорожья, из Украины, и я хочу разобрать такой комбинированный элемент. Давай. Так. Ага. Ты сделала панше, а потом переворот в заднее, правильно? Да, да. Ну, это не будет комбинированным элементом, ну, как сейчас в правилах существует. Да, ну, просто, что ли, параллельно. Просто два элемента. Все, прекрасно. Давай еще раз, потому что я не видела часть элемента, ты у меня чуть-чуть подвисла просто по интернету. Давай мы начнем с арабеска. Арабеск. Панше. Руки в стороны. Арабеск максимально высоко. Плечи вниз. Стоп, стоп, стоп. Плечи вниз. Лопатки прямо вниз. Вот, молодец. Пошла ногой, двигай вверх. Колено натягивай. Ножку натягивай. Сильно. Молодец. Нет. Еще разочек давай. Растяни руки так сильно. Смотри. Подальше. Чтобы ты чувствовала руки от лопаток. То есть поднимая руку в стороны, ты чувствуешь лопатки, когда они собираются, как ты прогибаешься. И головой тянись максимально вверх. Раз. И лопаточки собираю. Лопатками держу руки. Выше руки поднимаю. Ногу до шпагата. Довожу, 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 довожу. Вот. Умничка. И пошла дальше. Раз. Ушла с поля зрения. Давай сделаем сейчас только переворот вперед, потому что в конце более-менее ты показала правильно. Вот. Молодец. 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 Смотри, устояла. Смотри. Когда ты делаешь переворот, что бы получилось заднее? Тебе, во-первых, нужно поставить ногу как можно ближе к рукам. Чтобы руки не двигать. Это раз. Подожди, не делай пока. Подожди, подожди, послушай. Это первое, что ты сейчас обратишь внимание, да? Руки не двигаешь, ногу ставишь близко, чтобы ты вот этот переход, вес, тел и перенос сделала максимально комфортно. Не двигай руки. Дальше. Когда ты вытягиваешь ногу опорную. Вот ты сейчас ее вытянула и стояла. Отлично. Тебе нужно руками потянуться к пятке. Как будто ты хочешь сделать обратный переворот назад. Ты тянешься руками к пятке и уходишь тем самым весом чуть-чуть назад. Голова тянется к попе. И таким образом ты стоишь. Окей? Давай сделай вот от меня переворот по диагонали. Не ко мне, а вот от меня туда. Наоборот. Вот ко мне спиной встань. Вот. Умничка. Давай, чтобы я веду. Можно так. Отлично. Колено вытянуло. Да. Молодец. Видишь? Ты почувствовала, что ты стоишь? Ближе ставишь. Ага. Видишь, качалка. Сначала руки убираешь наверх, потом возвращаешь и стоишь. Смотри. Сделай затяжку. Затяжку сделай. Да. Вот сделай ровно ее. Противоположное плечо соединяется сейчас с задней ногой. Противоположная лопатка соединяется с задней ногой. По ощущениям. Проверь. Противоположная лопатка. Вот. И ты стоишь. Видишь, да? Вот такое же ощущение у тебя должно быть в заднем. Ты встала, руки тянешь к пятке. И противоположную лопатку тянешь к опорной ноге. И тем самым выравниваешь положение тела. Попробуй. Ногу ближе. Лопатку не потянула. Давай. И ногу ближе поставь к рукам сразу. Так. Противоположная лопатка к опорной ноге. Хорошо. Отлично. Смотри. По лопатке ты поняла, да, что делать? Смотри. Если ты стоишь на выворженной опорной ноге. Выворженной. А наверху нога закрытая. Встань просто в равновесие с ногой вперед. Проверь сейчас это положение. Все подводящее будет, да. А разверни опорную ногу. Разверни прям сильно. По первой позиции. Да. А теперь отпусти эту ногу и попробуй устоять. Видишь, ты падаешь? На сильно выворженной ноге встань. Отпусти ногу. Держи ее мышцем. Видишь, тебе даже не встать. А теперь встань на завернутую ногу. На закрытую опорную ногу встань. На закрытую. А спереди разверни носку. Вот. Видишь? Ты стоишь. Вот так же и в равновесие. У тебя выравниваются бедра. Если у тебя выворотная опорная нога, то у тебя бедра сразу разворачиваются. И верхняя нога заваливается. И тебя уносит в противоположную сторону. Поэтому ты даже лопаткой не можешь себя удержать. Поэтому ставишь ровно опорную ногу. Разворачиваешь верхнюю. У тебя выравнивается таз. И противоположной лопаткой тянешься к опорной ноге. Давай попробуем. Так. Так. Насколько можешь. Хорошо. Наверху разворачиваешь тоже пяточку. И стараешься, как можно, ближе поставить ногу. Разворачивай наверху ногу. И тяни с лопаткой к опорной ноге. Но ты медленно переходишь с ноги на ногу. Надо чуть-чуть быстрее. Потому что пока ты там пытаешься встать на ногу, у тебя верхняя нога уже упала. На себя тяни верхнюю. Аккуратно. Окей. Смотри. Пока у тебя согнутая нога, ты стоять не будешь. Ладно? Сейчас ты не успела вытянуть колено. Уже убрала руки. И тебя перетянуло назад. Потому что сильно большое расстояние. Мост сильно большой. Ставь мне мост сильно маленький. Мост. Высокий мост. Просто мост на двух ногах. Зад зажми. Ближе руки. Вот. Вытяни колени. И раз. А руки остатки у пяток. Давай. Мост. Вытягиваешь колени. Руки тянешь к пяткам. Вытягивай колени. Руки к пяткам тянешь. Вытягивай колени. Стой. В наклоне стой. Вытягивай колени. Переходи на ноги. Вот. И руки к пятке. Зад зажала напрямую с ногами. Все. Вставай. Вот это ты должна сделать в положении заднего равновесия. Вот то же самое. На ногу встала. Колено вытянуло. Руками тянешься назад. Так. Ворот назад, как будто хочешь. Аккуратно. Аккуратненько. Ну вот по технике лучше. Давай. Еще больше разворачивай пятку. И смотри. Когда ты убираешь руки с пола, тяни ногу на себя. В шпагат. Как будто ты хочешь переворот назад сделать. И сразу лопаку в противоположную лопаку к ноге. Вот сейчас. Противоположную лопаку к ноге прижимай. Вот. 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 Лучше. 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 Нет. Ты висишь руки сразу. Ты встаешь, когда у тебя нога падает сразу. А ты сейчас сделай мне, пожалуйста, переворот вперед. Смотри. Смотри. Заднее равновесие. И потом не вставая. Не вставая. Переворот назад. Это мы сейчас сделаем, чтобы ты не вставала, а чтобы ты стояла на ноге. Раз. Стой. На прямой ножке. И переворот назад. Вот. Спасибо. Еще раз. Только не бейся, пожалуйста. Отойди на достаточную дистанцию. Сейчас ты почувствовала, как ты стоишь на ноге. У тебя не было стремления встать? Нет. Вот. Давай. Вот такое ощущение надо ловить. Если тебе неудобно в эту сторону делать, сделай в другую сторону. Если ты боишься удариться. Угу. Вот. Вот. Молодец. Хорошо. Видишь, ты уже постояла. Еще раз сделай. Вытяни колено. Почувствуй, как ты стоишь на ноге. Смотри, стояла классно. Но мышцы нужно мышцами прям доводить ногу до шпагата. Поэтому, когда ты руки убираешь, ты ногой тоже иди наверх, не ногой как на переворот назад. То есть не тяни мышцами ее на себя. Это, конечно, мы сейчас заднюю тренировку не натренируем. Но, по крайней мере, ты ощущения эти поймаешь. На себя, на себя, на себя ногу. Ногу, ногу. Сильно, сильно не поднимайся. Останься как можно спиной ниже, ближе к опорной ноге. Так, на себя, тяни ногу на себя и пошла, пошла, пошла. Молодец. Умничка, умничка. А теперь сделай мне связку, которую ты запросила изначально. Арабес. Не, 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 давай с арабеска начнем. Или отсюда. Ну, давай отсюда. Давай снизу. Только сначала спину поставь. Прогнись. Голова наверх. Прогнись спину. Как добрая кошечка. Руки-то где? Руки на полу. И прогнись. Все, грудь готова. Дальше поехали. Нога. Раз. Спина сильная. Уже сильная спина. Руки сильные в стороны. Два. Под лопатками тянешься наверх. Грудью наверх. Молодец. Дальше. Уходишь в переворот. Три. Сейчас обратно назад в переворот. Убираешь руки. Колено вытягиваешь. И назад. Назад. Поняла, да? Мы назад переворотом уходим. Чтобы ты не захотела встать. Чтобы ты постоял уже на весе и почувствовала его. Раз. Колено затянуло. Лопатки зажало. Лопаточки зажало. Еще ножку на голову. Дальше. Переворот. Не опуская ногу. Ближе к рукам. Вытянула ногу. Противоположную лопатку прижала к ноге. К опорной. И стою. И арабеска закончила. А ты постояла в заднем, если кто-то не увидел? Да. Без рук? Много? На прямой ноге? Молодец. Нет, я не могу. Ну, молодец. Но ты почувствовала, как ты стоишь? Ну, смотри, ты уже гораздо увереннее сделала и панше, и задняя. Вот тебе такое ощущение надо было визить в заднем, что ты не встаешь с этого элемента. Что ты стоишь там долго. Как ты в панше долго стоишь, так и в заднем. Точно так же. Ты стоишь, смотришь на пятку и чувствуешь себя комфортно. Потому что, когда ты хочешь просто сделать переворот вперед, ты все время будешь вставать и не задержишься в заднем. А когда ты не хочешь вставать, вот как сейчас, например, ты хотела сделать задний переворот назад, ты постояла. Вот с этим ощущением тренируйся, ладно? И вот тогда будешь стоять с задним разом все больше и больше. В чем я не сомневаюсь? Ты все поняла, все правильно сделала? Обязательно запиши все эти правила. И когда не будет получаться, откроешь страдку, прочитаешь, вспомнишь, и они тебе точно пригодятся. Ты умничка большая. Спасибо. Ну, пока-пока, с праздником тебе. Кто сделал этот элемент, осилил, у кого получилось? Кто понял, как нужно контролировать мышцы? Куда тянуться, каким местом, чтобы долго-долго стоять? Очень важно в каждом элементе помнить о том, как нужно стоять, чтобы получалось. Ну что, привет. Здравствуйте. Давай, рассказывай, знакомиться, как тебя зовут, сколько тебе лет, откуда ты? Меня зовут Донна, мне 10 лет. Я из города Пешкаль. Ну, какая прелесть. Донна, давай, какой элемент мы будем разбирать? Мы будем... Итальянская фуэте. Итальянская фуэте. Прекрасно. Давай. Отлично. Умничка. Смотри. Первая ошибка, которая у тебя есть, ты шагаешь в диагональ. Вот этого не надо. Шагай вперед. Поняла, да? Давай, плечи вниз и шагай вперед. Батман, ты идешь вперед, делай. ЖТ и шагай. Лучше. Молодец. Вторая ошибка. Смотри, на каждом махе, когда ты входишь на полупалец, ты должна вытянуть опорное колено, вот как ты сейчас тянешь, вот, вот, вот так, чтобы тебе больно было. Прямо ты должна делать мах, и в самой высшей точке ты тянешь колено, что тебе больно. Договорились? Давай. Да, умница, умница. Я увидела. Ты почувствовала, как ты стоишь уже во время маха, не прыгаешь? Отлично. Теперь давай поправим спину. Смотри. Руки в стороны. Сейчас сделай. Вот сейчас опусти сильно плечи вниз. Сильно плечи вниз. Вот. Копчик, то, что у тебя нижняя часть позвоночника, подтяни вверх. Прямо подтяни вверх. И закрепи прям пояс, прям сильный пояс сделай. А плечи сильно вниз. И почувствуй, как бока у тебя стали крепкими и сильными. Почувствовала? Да. Молодец. Расслабься. Вот сейчас с такой спиной сделай фуэте. Если ты будешь так держать спину, то во время маха, во время маха, у тебя спина не будет сутулой, а ты ее будешь держать сильно. Договорились? Пусть сейчас нога будет пониже, я не против, но спина должна быть сильная. Шаг вперед, колено внизу сильно вытягиваешь на каждом махе, и сильная спина. Давай. Лучше. Лучше. Еще раз. Обрати внимание на спину сейчас. Во время маха амплитудного. Вот. Вот. Умница. Молодец. Отлично. Очень мне нравится. Давай еще раз. Плечи вниз. Сильная спина. Ноги сами, а спина крепкая. Спина тебя держит. Давай. Колено опорное. Колено опорное. Вот смотри. Спина сейчас была супер. Теперь не забудь, что на каждом махе вытягиваешь колено внизу. Давай. Колено. Колено. Спина. Колено. И спина. Ну. Уже лучше, лучше. Давай. Еще раз. Смотри. Сделай ближе шаг. Тебе сейчас первый шаг далеко делать вообще не надо. Прямо под себя сделай. Вот отлично. Супер. Видишь, как долго ты стояла? Уже не прыгала. И все было прекрасно. Теперь сделай так. Смотри. У тебя летит нога. Делаешь так. Мах. Оп. Дальше. Когда уходишь в плие, нога еще наверху. Чуть-чуть наверху. Плие. И когда ты входишь на носок, ты как бы промахиваешь через низ и вскакиваешь на носок вместе с махом. И раз. Вот. Молодец. Тогда не будешь прыгать. Давай. Поняла, да? Чуть раньше на плиейде. И. Под себя. Раз. И. Раз. И. Ну, прекрасно. Молодец. Молодец. Прямо туда и чуть сдержаннее ножку. Туда и чуть сдержаннее. Давай. Ну, молодец. Точно так же сделай. Только в конце. Поставь пятую позицию. И руки подними наверх. Вот. Шикарно. Смотри, немножко ведешь второй мах через согнутую ногу, потому что долго сидишь в плие. Вот ты делай мах, пока нога медленно опускается, ты делаешь в плие. И потом, когда нога проходит, ты уже встаешь на носок, и тебе не надо колено сгибать. Туда нога прям прямая должна проходить. Давай. Хорошо. Второй мах, второй мах, натяни сильно колено, работающие ноги, которую машешь. Спина супер. Молодец. Колено. Лучше. Лучше. После второго маха чуть-чуть раньше отворачиваться начинай. Поняла, да? Давай. И мах. Мах, отворачивайся. Други. Вот сейчас супер. Супер. Только забыла немножко про спину. Смотри, вот второй мах, он у тебя идет вперед. Очень хочется прям с ногой сложиться вот так и сказать, смотрите, какую я амплитуду. И забываем про спину. Нет, спина у нас открытая, а нога, она от паха сама летит за шпагат. Давай последний раз, самый лучший. Спина сильная. Оп, оп, наверх. Давай без шага, потому что сейчас шаг будет стоить нам три десятые. Последняя равновесие. Молодец, отлично. Последняя равновесие сделай. Пассе и финал. Только последняя. Только последняя равновесие. И финал. По ноге. Смотри. Вот чтобы не было шага, тебе прям надо по ноге ее спустить в пятую позицию. Раз. По ноге. Нет, ну вставай прям на нее. Вот ты спускаешь и прям встань на нее. Уверена. Оп. Встань. Отлично. Молодец. Все вместе. И вот этот финал. Все вместе еще раз. Все махи. И вот этот финал. Отлично. Молодец. Прекрасно. Запомнила? Да. Почувствовала уверенность? Да. Иди сюда поближе, а то мы не видим твоего лица. Ну это все, большая умничка. Такая умная девочка. Все запомнила, все сделала, все исправила и все получилось. Я тебя обнимаю, обожаю, поздравляю с праздником. Желаю больших-больших поддержек. Я вижу, как вы соскучились по нашим разборам. Я вам обещаю, что у нас они будут на этой неделе проходить часто. Я буду сообщать об этом заранее, поэтому следите в моих историях время. Не пропускайте. В телеграм-канале я тоже даю об этом информацию. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал. И я вам хочу сказать, что скоро у нас состоится бесплатный марафон в честь поддержки наших всех дорогих гимнасток, родителей и спортсменов. Поэтому следите за новостями, не пропускайте. Помимо прямых эфиров мы еще проведем суперический марафон, который будет у нас по акробатике. Очень полезный. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы участвуете. Спасибо, что вы делитесь положительными, позитивными эмоциями. Кто сегодня не успел на разбор, тот обязательно успеет и поучаствует в нем в следующий раз. Они у нас будут у нас проходить регулярно. Я вас обнимаю. Поздравляю всех с праздником. Еще раз спасибо за все ваши хорошие, приятные слова, поздравления и пожелания. Всех люблю. Целую. И увидимся скоро. Пока-пока.